Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня эксперты обещают горячую осень в Молдове. Люди хотят отставки руководства и чтобы газ был дешевле. Будут ли усиливаться, по вашему мнению, протесты у соседей? Перспективы у них есть. Во-первых. Во-вторых, происходит переформатирование протестного поля. Вместо социалистов и тем более коммунистов на первый план выходит партия Шор, Илана Шора и Марины Таубер. Ну и, конечно, потенциал для развития этих протестов есть. Другой вопрос – какой будет он и когда это достигнет пика? А есть ли риск того, что мирные протесты перерастут во что-то большее, например, в массовые беспорядки? Я думаю, что самим протестующим это не надо, потому что они как раз настроены на то, чтобы наращивать свою силу спокойно, убедительно и постепенно. А вот радикальному крылу во власти, наоборот, обострение может быть выгодно. Тем более, что западники заинтересованы, чтобы власть сохранилась. Следовательно, этим самым радикалам может быть дана определенная монополия и карт-бланш на применение насилия. Поэтому, если какие-то провокации и следует ожидать, то, как представляется, они будут не со стороны митингующих. И хотелось бы, конечно же, узнать, как данная ситуация в Молдове может повлиять на Приднестровье? Конечно, любая нестабильность у наших соседей – это влияет всегда плохо, чтобы это ни было. Но в любом случае, я думаю, всем абсолютно понятно, что Приднестровье держит строгий нейтралитет, Приднестровье находится в непростом положении, поэтому для нас самое главное – это выдержка, раз, невмешательство во внутренние дела любого нашего соседа, два. Ну и, конечно, третье – мы будем внимательно наблюдать за любой динамикой и держать глаз острым, опорах сухим. Спасибо вам, Андрей Михайлович. Спасибо вам. Сегодня с нами в студии был политолог, депутат Верховного Совета Андрей Сафонов.